Прийти к компромиссу не удалось. Жители улиц Островского и Буинская возмутились новыми дорожными знаками. Переменам обрадовали столько маршрутчики. Живут как в 90-е. В подъездах хулиганы. Управляющая компания не делает ремонт, боится вандализма. О проблемах жителей дома на Краснопролетарской смотрите выпуски. Помогите переехать. Волонтеры просят поддержки у горожан. Приют у собак необходим новый дом. В Ленинском районе возмущаются автолюбители. Их раздражает знак «Поворот налево». По мнению горожан, новшество отрицательно повлияло на дорожное движение. Профильный комитет оправдывается тем, что были жалобы от маршрутчиков. У кого же больше аргументов, пытался выяснить Эдуард Истомин. Этот знак здесь уже несколько дней. Он на пересечении Островского и Крулиницкого. На кадрах видно, что водители игнорируют новшества. Но одни это делают тихой сапой, другие же активно протестуют. Вот представьте, как нам добираться до переулка Буинского. Здесь закрыто. Если объехать через частный сектор на федерации, мы тоже не можем. Там тоже поворот закрыт. Коммунальные службы, пожарные, скорая помощь, выход. Какое-то ЧП, где будут объезжать служебные машины. Они будут искать несколько кварталов, объезжать, чтобы доехала к нам пожарная машина или скорая помощь. У городских чиновников иное мнение. По словам Игоря Бочкова, были жалобы от маршрутчиков. Дескать, заторы на перекрестке частые. Перевозчики то и дело выбиваются из графика. Посему нажаловались чиновникам. Из-за того, что транспортные средства, поворачивающие налево, создают пробку и не дают проехать направо. Местные жители не согласны. Они считают, что ситуация с пробками надуманная. А кто-то о них даже слышит впервые. Допустим, даже от дома до парковки мне надо делать крюк через три светофора, чтобы припарковать машину, чтобы проехать по правилам. Абсолютно неоправданно. Это перекресток. Я говорю, 8 лет езжу здесь. Всегда практически очень быстро проезжаю. Никаких пробок. Жители уже звонили в ГИБДД. Там о новом знаке якобы не знают. Люди также обращались за разъяснением к прокурорам. Но по закону ответ через месяц. А это 30 дней сомнений и недовольств. Хорошо. Постали знаки. Проведите наблюдение. Встаньте здесь. Постойте. Посмотрите. Вот. Вот. Пожалуйста. Они не видят эти знаки. Во-первых, установили непонятно как в кустах. А потом здесь понаблюдать, как я уже говорила, сколько человек, Павлович, налево, направо. Давайте уже до этого доходить, раз уж вы ставите такие знаки запрещающие. Где-то в течение двух-трех недель мы это просмотрим, проанализируем, как потоки заменились, что случилось. Я понимаю неудобства жителей, которые раньше выезжали, могли повернуть налево. Сейчас для них это как бы проблем создается. Но это транспортное средство. Все-таки на машине можно проехать лишние 200-300 метров. Потому что надо думать всегда о людях. А получается, сейчас просто наплевали на людей и нашли самый легкий способ. Не устанавливать светофор, потому что это дорого. Не проводить опросы, анкетирование. Вот поставили знаки. Все. И на этом все закончилось. А вы как хотите. В качестве альтернативы люди провели свой опрос в интернете. Согласно подсчетам, подавляющее большинство респондентов против нового знака. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Многоквартирный дом на Тельмана-1 преобразился до неузнаваемости. Появился у него и новое лицо. Конечно, это итог ремонтных работ. Шли они поэтапно, и не один год. И вот недавно обновление завершилось. Фасадная часть, теперь визитная карточка дома. Мария Сафронова продолжит тему. Когда встречают по одежке, многоквартирный дом на Тельмана-1 построен в 1973 году. Но ремонт начался только в 21 веке. Жители сначала обновили подвалы, подъезды, потом воды и теплоснабжение. Отремонтировали канализацию. Теперь завершающий штрих. Фасад персикового цвета, который радует глаз и домочадцев, и прохожих. Отмостку нам сделали, цоколь, покраска дома. Окна никакие были. Просто не падали. Если открывать, начнешь, они падают. Нам окна заменили. Двери нам заменили. Такие теплые сделали двери. Цвет дома согласовывался с жильцами, с собственниками жилья. На стадии согласования проектной документации окраска применялась теплоизоляционным материалом для того, чтобы увеличить теплоизоляционные характеристики дома. Все работы в этом доме согласовывались с жителями. Здесь предстоит еще капитально отремонтировать крышу, обновить лестничные клетки и систему электроснабжения. Всего же за год в Ульяновске отремонтированы 110 многоквартирников. В этом году более конструктивно все производится и адекватно реагируют на замечания. Вовремя стараются устранить все это замечание. А уже в 2019-2020 годах планируется провести капремонт в 129 домах регионального центра. Мария Сафронова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Мусор, разбросанные бутылки и шприцы, нависающие над головой провода – все это об 11-м доме на Краснопролетарской. Находится улица на нижней террасе левого берега. И в этих условиях коммунального ада живут люди. Живут и ждут, когда и до них дойдет очередь на капитальный ремонт. Вот только ожидание продлится не одно десятилетие, и оплатить приходится как за обустроенное жилье. Даже лампочки в подъезде, по словам людей, появились только перед приездом журналистов. О коммунальной проблеме и о возможном ее решении рассказывает Элла Шахова. Дом номер 11 по улице Краснопролетарской был построен в 1975 году, как общежитие. И старожилы те времена вспоминают с ностальгией. В 1975 году самые первые заселились мы сюда. С этого времени в этом доме, как я вижу сейчас, ни одного раза ремонта здесь не было. Вот как было тогда. Тут здесь чистота, порядок был в то время, конечно. А сейчас вот такой бардак я еще 60 лет мне уже, за 60 уже, нигде больше не видел, наверное, и не увижу. Бардак здесь начался, как рассказывают старожилы, около 10 лет назад, когда комнаты в общежитии приватизировали жильцы, а подъезды – местные люмпины. Убрали в акту, все уже у нас тут зайти даже, как говорится, с работы идешь и боишься. Алкаши и здесь, и там они везде здесь поселились. Вот здесь собирается толпа, все вот пьяницы, нижние террасы, они вот здесь все стоят. Ну человек тут 20-30, обычно всегда вот так. Сработали идеи, идут вот отсюда, они заходят к себе домой вот так, ползком-ползком, боком-боком, бочком-бочком, потому что они боятся к себе домой идти. Потому что они слово скажут, или они их забьют, или не знаю там, что, неизвестно, что будет. Вот тут мужчина тогда выходил, он вышел, замечание сделал, его чуть не убили. Это бич правого крыла дома. У двери левого крыла замок еще цел. И там еще помнят, как лет 10 назад был ремонт в общих душевых и туалетах, но только там. А на кухне тогда установили по 4 плиты, без ремонта. У душа уже одна плита обвисла, падают камни оттуда, а у нас дети маленькие, до беды недолго. В туалете тоже, хоть зонтиком стой. Потолки все обваливаются, нас затопляет сверху. При сложившихся обстоятельствах, цифры в квитках об оплате коммунальных услуг удивляют. Мы приватизированы, мы платим 7500, сейчас зимой мы будем платить за две комнаты 7500 рублей. Это за что? У нас в дне ремонта ничего не делается, за троих берут 7500. За три человека, за 18 метров в квадрате, за 12. Согласно региональному фонду модернизации ЖКХ, это пятиэтажки капитальный ремонт светит лишь в 2032 году. Но управляющая компания уверяет, что в свою очередь делает все, что может в рамках накопленных этим домом средств. Этим летом проавансирован замена розлива ХВС. Здесь выполнены работы на 200 тысяч рублей. Наши деньги мы вложили в инженерные сети. Управляющая компания не может на себя возложить обязанность по наведению общественного порядка, для этого есть другие органы, в том числе и государственные. Соответственно, пусть сначала надо навести порядок, а потом уже управляющая компания приступит к выполнению своих обязанностей в части проведения благоустройства. И с этим трудно не согласиться. Тем более, что по признанию местных жителей, окно и лампочки в подъезде, которую управляющая компания установила к нашему приезду, разобьют уже в ближайшие дни. Элла Шахова, Сергей Свишников, Вести Ульяновск. Коммунальная неразбериха, отчаяние и поиски решений смотрите сразу после выпуска Вестей на канале «Россия-24» в 19.30 авторскую программу Эдуарда Истомина «Правда и справедливость». Общественные ГВС превыше личного. На Варейке С-6 основным платежом вдруг неожиданно стали начисления на ОДН. Управляйка новая, а куда подевались предыдущие накопления. О том, к чему приводит смена коммунальной власти в отдельно взятом доме. Специалист решил сам, может быть, каким-то образом разрешить проблемы. В Казахстане чертило циркулем, а в России било ремнем. Приезжий педагог неверно истолковал методы Макаренко о жестоком обращении с детьми в социально-реабилитационном доме. Замечательные собаки ищут новый дом. Такой клич кинули ульяновские волонтеры. Животным срочно требуется помещение для питомника. Ласковый Ронни, дружелюбный Боня, слепой муха и еще несколько десятков милейших собак. Это пункт передежки животных в железнодорожном районе Ульяновска. Питомцы попадают сюда после жутких издевательств. Кого-то просто выкинули, кого-то из них и вовсе хотели убить. Его забрали из центра города, где жильцы его убили палками, шокерами. Издевались, кричали, что они его отравят. Но в итоге собака-то спасена и, оказывается, совсем не бойцовская. Очень даже классная. Ухаживают за собаками волонтеры, люди с огромным сердцем. В основном здесь девушки ходят по графику, выкраивают ценные минутки после работы или учебы. Раз в неделю мы дежурим здесь все по очереди. То есть у нас смена, график расписанный, вода, еда, каши варим, сухим кормом кормим. Естественно, когда наступает холода, с этим немного труднее, потому что каша замерзает, вода, собственно, тоже. Теплого помещения собаки уже лишились. Предприятие, на территории которого находится питомник, расширяется в экстренном порядке. Волонтеров попросили съехать и с летника. Уже завтра этим бедолагам некуда будет пойти. Поэтому мы ищем какое-то помещение, какую-то территорию. Возможно, на промзоне. У нас есть свои вольеры, есть кураторы, которые ухаживают за собаками, выгуливают, их кормят и так далее. В общем, единственная проблема – найти то самое место. Ребята просят помощи у всех неравнодушных людей. Помещение для передержки требуется срочно. Лучшее место – промзона, там животные никому не помешают. Аренду волонтеры обещают платить вовремя, а животные отблагодарят своей лаской и преданностью. Свою помощь ульяновцы могут предложить, обратившись в официальную группу помощи бездомным собакам города Ульяновска в социальной сети. Любовь Фомичева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. И в завершении выпуска объявления жителям нового города следует запастись холодной водой, как сообщает в администрации Ульяновска, с часу ночи 3 октября и до 20 часов 4 числа будет снижено давление в системе холодного водоснабжения жилых кварталов и предприятий нового города. В это время сотрудники Ульяновского водоканала установят новое оборудование на станции водоподготовки Заволжского района. На время работы возможно ухудшение качества воды. Поэтому специалисты Ульяновского водоканала приносят ульяновцам извинения за неудобства и просят запастись водой и отключить от сети электроводонагреватели. Далее прогноз погоды. У меня на этом пока все. Встретимся вновь в 21 час 44 минуты. Субтитры предоставил DimaTorzok